Сегодня у нас здесь в семье Елена очень радостное событие – появление щенков. Елена Трофимова – эксперт РКФ, президент кинологического клуба «Дельта Пал». Более 30 лет профессионально занимается разведением карликовых и той пузелей. Ее питомник Джентли Борн – один из лучших в России. Некоторое время назад для охраны хозяйства Елена приобрела среднеазиатскую овчарку. В ночь перед приездом съемочной группы овчарка принесла потомство. У нас сегодня родила среднеазиатская овчарка. Ее зовут очень важный парадословный Гюльжан из Бажова, а по-домашнему просто Тигра. Поэтому сегодня она нам родила 6 маленьких тигрят. Ходила она ровно 60 дней, естественно, получая корма, которые соответствуют беременным собакам. Витамины, фрукты, овощи она с удовольствием ела, ходила все время в хорошем настроении, веселая. Азиаты, среднеазиатские овчарки, рожают легко, поэтому рожала она сама. Мама, и помощь особо не требовалась, но такая небольшая моральная поддержка. Вот появляется это маленькое существо. Вот ваше действие. Вот появляется это маленькое существо. Мы его взвешиваем, протираем и тут же отдаем маме. Дальше она его уже сама облизывает, пуповинку закручивает. И он тут же начинает сосать. Они очень жизнестойкие, жизнеспособные. Их не надо никуда откладывать, чтобы они отдохнули. Маму не надо никуда отвезти отдохнуть. Это ее счастье материнства. Она родила. Они такие маленькие и уже достаточно небеспомощные. Сразу находят сосок, сразу сосут. И так будет продолжаться в течение почти двух месяцев. Рождаются они слепыми, да? Рождаются они и слепыми, и глухими. Но вот у таких крупных пород собак, как среднеазиатская овчарка, вот сегодня вес щенков был где-то 700-800 грамм. Это новорожденный щенок среднеазиатской овчарки. Ему всего несколько часов. Рождаются они вот с такими ушками и вот с таким хвостиком. Но так как по стандарту порода и вообще среднеазиатская овчарка выведена для борьбы с волками при охране стад, то, конечно, самое уязвимое место у собаки – это ушки и хвостик. Поэтому хвостик купируется, а ушки купируются прямо под самый корень. Чтобы головка была такая круглая, ушки не были самым незащищенным местом. Хорошая среднеазиатская овчарка, она рождается вот такая крупненькая, толстенькая, с такими толстенькими лапочками. Азиат сразу рождается мощным. У него вот такие толстые лапы. Носик у щеночка вот такой вот горбатенький и в складочку. Он потом вытянется, голова раздастся и будет такой красивый, благородных линий череп. Вот этот розовый носик через 3-4 дня станет черненьким. Вот эти розовые ноготочки тоже почернеют. Это все пройдет через несколько дней. Лена, а почему для охраны дома, питомника, вы выбрали именно среднеазиатскую овчарку? Очень долго ломала голову, какую собаку взять для охраны своего дома. Потому что у меня, в принципе, пуделиный питомник. Пудели маленькие, дорогие, поэтому их должна охранять очень большая и очень умная собака. И долго, недолго или долго думая, вычислила это, оказалась среднеазиатская овчарка. Она оправдала все мои ожидания. То есть это адекватная собака, которая управляется просто вот легко, которая поддается легко дрессировке, которая сама с 4 месяцев начинает охранять, которая легко дружит вот с детьми. Здесь у меня внучек маленький совершенно, вот он на ней может и верхом кататься, и пешком по ней ходить. Да, у нас даже был случай, когда очень маленький той пудель в возрасте 4 месяцев, который весил 500 грамм, умудрился пролезть через решетку и убежать гулять. Если бы не она, мы бы его на улице, наверное, уже больше не нашли. И она его нашла? Да, она его носом, носом туда-туда-туда, и пока я со второго этажа увидела, думаю, что жена там такой пинает. Ну надо же, кутеныш-то нашу пижал. Лена, скажите, пожалуйста, во сколько недель щенки встают на лапки, начинают видеть? На лапке они начинают вставать где-то к 2 неделям. У них открываются ушки, у них открываются глазки, они встают на лапки, и в возрасте 2,5 недели они уже подходят к мисочке и начинают сами кушать. Как часто взвешивается щенок? Раз в сутки. Раз в сутки. То есть каждый день покормили, посмотрели, да? Щенок должен прибавлять каждые сутки, всё больше, больше и больше. То есть вот такая должна быть динамика. Поэтому раз в сутки в один и тот же час, например, в 8 утра, каждый раз в 8 утра вы всё взвешиваете и всё записываете. Если у щеночка вес стоит, это уже говорит о том, что что-то тут не так. А если вес начинает падать, то это уже, конечно, вопрос к врачу, потому что этого не должно быть у второго щенка. Если говорить о хорошем профессиональном корме, то он предназначен для щенков с 2 недель скормливания. И потом идёт до 2 месяцев, до 5, до 8, до 24, то есть это всё в зависимости от периода роста собаки. А как же мать, их не кормить молоком уже через неделю? Кормить, но их только не хватает. Обычно с 2 недель идёт под корм. Если щенков много, то их вообще подкармливают с первого дня. На это есть заменитель сутчего молока. Если щенков сейчас бы родилось не 6, а 12, и с весом не 800 грамм, а 400, то уже начиная с сегодняшнего дня я бы их кормила из бутылочки, из сосочки вот этим заменителем сутчего молока, чтобы они набирали вес, потому что мамкиного, конечно, молочка им не хватит. В природе бы сукань, волчица или, например, азиат, который был в горах, где люди не очень-то помогают в скармливании щенков, конечно, бы она столько не выкормила. Выкормила бы только самых сильных и дожили бы к моменту выпуска из берлоги 1-2, но самые сильные, самые мощные. Мы, конечно, немножко помогаем природе, поэтому подкармливаем их, чтобы они все выросли, чтобы они все были здоровенькие. Со скольких месяцев начинают гулять с собакой и делать прививки, когда уже можно? И какие, может, прививки вы подскажете? Первым делом, что нужно сделать? Прививки обычно в профессиональных питомниках делают, ну, разными, набиваги, садок, то есть сейчас аурикан, много разных хороших прививок. Вот, обычно прививают, начиная с шести недель. И дальше у каждого своя схема. Есть более жесткие, есть более лояльные, но зависит от того, это большой питомник, где больше вероятность заболеть, или это одна сука в коттедже, там, конечно, вероятность меньше заболеть. Обычно схема вакцинации, это врач рассчитывает, вот, каких щенков как правильнее вакцинировать. И когда начинают предлагать щенит клуб на продажу? Когда уже можно приходить смотреть, как-то уже понимать, что да, вот этот щеночек нам нравится, не нравится, вот это мы возьмем, он уже не будет страдать без мамы, плакать без нее? Вообще щенки сами начинают кушать с трех недель, с месяца они уже совершенно самостоятельные, они зубками, они бегают, лают, кусаются, играют, они вообще замечательные. Но по племенному положению РКФ заводчик должен держать щенков до 45 дней под мамой, чтобы уже выросли зубки, чтобы было видно, что щенок из себя представляет, или это шоу-чемпион, или это собачка попроще, как бы для охраны коттеджей. Вот это определяется к 45-му дню. Приходит эксперт, делает описание щенков, какие-то для выставок, какие-то просто для души, выдает документы, обязательно ставится клеймо. На радость хозяйки эти малыши родились здоровыми, без родовых травм. Вот такими мы увидели их через несколько часов после рождения. А такими мы увидели этих щенек уже месяц спустя, пушистые, игривые, 5-килограммовые богатыри. Доктор, почему мой питомец плохо себя чувствует? Отвечать на этот вопрос ветеринарным врачам приходится каждый день. К сожалению, животные, как и люди, независимо от возраста, болеют. Особенно это касается стареющих животных. С возрастом у них развиваются хронические заболевания, нарушается терморегуляция. Особого внимания требует диета. Сегодня у нас на приеме Масик. Хозяин утверждает, что кошке 21 год. А как правильно определить возраст животного? Ну, если мы говорим в данном случае о кошках, то в отличие от распространенных домашних животных, мы берем, например, если собак, то у кошек возраст определить достаточно сложно, потому что само по себе, во-первых, количество зубов и форма у кошки приспособлено к менее агрессивной жизненной среде, нежели, чем у собак. Поэтому границы стирания зубов у кошек выражены очень незаметно. Поэтому фактически приблизительно точный возраст с дельтой 2-3 года у кошки определить практически невозможно. Доктор, какими болезнями чаще всего болеют пожилые животные? Ну, статистически утверждать четко закономерно нельзя. Но процент заболеваний незаразной этиологии, то есть незаразной природы, то есть заболевания, которые связаны с нарушением обменных процессов у животного, они занимают основную ступеньку в том перечне заболеваний, которые склонны пожилые и старые животные. Как правило, к этому же относятся, опять же, причины изменения характера питания, которые за собой влекут нарушение обменяя ВИЧС по принципу реакции основных пищевых желез. Сразу, в первую очередь, органы пищевые секреционного характера. Это печень, это подживудочная железа. Вследствие этого органы выделения подкрепляются к этой проблеме с позиции почечных недостаточностей, потому что все, что, как правило, должны выполнять по своей структуре эти пищевые железы, вышеназванные, то есть печень, подживудочная железа, это же фильтры биологические организмы. Так вот, грубо говоря, все, что не переработано, не нейтрализовано этими железами, все накапливалось в организме, вызывает уже так называемое аутоиммунное отравление, интоксикация. Что мы наблюдаем в данном случае у этого животного? Ну, как я могу заметить еще раз, для своего возраста животное, в принципе, выглядит вполне достойно. Потому что я считаю, что данный случай является исключением из многочисленных правил, которые существуют, к сожалению, в нашей среде. Выраженных визуальных изменений за счет того, что большое количество сваленной шерсти в виде колтунов, вот, это определяется наличием обменных процессов с нарушением признака жирового обмена. Вот, у кошки данный, также хронические воспаления наружного уха, так называемый отит наружного уха. Он выражен уже гиперпластическими изменениями строения ушной раковины, так называемое зарастание слухового прохода. Вот, вот в этом ухе мы это явно наблюдаем. Вот, в данном случае, в принципе, делать какие-то закономерности, из этого не стоит, потому что, в принципе, это следствие так называемых старческих заболеваний у кошек. Вот, и это нельзя назвать каким-то исключением, это норма для такой кошки. То есть, просто чисткой ушей здесь не обойдешься? Сейчас, в данном варианте, санация ушных раковин, она должна присутствовать, в любом случае, потому что эвакуация всех содержимых, она мешает аэрации уха, то есть ухо должно дышать. Вот, но в данном варианте категорично сейчас здесь, одними консервативными способами, то есть просто чистка, санация, применение капель, не обойдешься. Вот, теперь, что говорить о колтунах, вот, то в данном варианте это заболевание индивидуальное. Говорить о породных, ну, конечно, для нашерстной породы склонны к этому, даже сказать, не заболевание, такой симптомокомплекс, неприятный симптомокомплекс, ведущий за собой что? Ну, вот представьте, если человека в лето одеть в шубу, вот, и заставить его побегать, как себя человек будет ощущать? То же самое, участки кожи под колтунами ощущают точно такое же воздействие. То есть аэрация кожи нарушается, то есть нормальный обмен с воздухом, и это создает условия для опревости и размножения вторичных бактерий. Бывают даже случаи, когда в этих местах заводятся личинки мух. То есть данный колтун, его нужно не состригать, его нужно просто-напросто отделять и отрывать. Вот, смотрите, освобождается кожа, видите? Не больно ей? Ну, я же ей это делегаю, и она, значит, чувствует себя комфортно. Если бы она сейчас замялкала, я перестал бы это делать. Да нет, она, в принципе, вот, моя принцесса. То есть вот через это кожа не дышит. Существуют ли диеты для пожилых питомцев? И нужно ли ее соблюдать, если кошка живет всю жизнь в одной квартире, ест одно меню, меню у нее не меняется? Безусловно. Диеты существуют. Существуют диеты направленного применения, существуют диеты лечебного применения. То есть те, которые используются при конкретных заболеваниях, с условием диагностики и установлением необходимости применения этих диет. Вот, если мы говорим о животном, которое в большинстве всего периода своей жизни питалось направленно однотипным типом кормления, то, условно говоря, менять что-то кардинально в виде составляющих, тем более смешивать рационы, то бишь, если животное питается, так как в простом родине говорится, натуральной пищей, да, но натуральной пищей для кошки является это мясо. Мясо, мыши, все, что содержит плоть, потому что это плотоядное существо. То в данном варианте добавлять какие-то корма промышленного производства, даже специфически для старых шабак, конечно, там, вы, простите, для кошек, да, они, конечно, существуют. Этого делать не надо. То есть смешивать рационы ни в коем случае нельзя. Как часто надо посещать врача в пожилом возрасте животному? Как минимум один раз в год необходимо посещать ветеринарного специалиста для проведения плановых профилактических мероприятий, еще вся включает вакцинации животных. То народное бытующее мнение, что животных после определенного возраста можно не прививать, все это достаточно, опять же, условно и неправильно. Потому что животные, чем старше становятся, тем слабее у них иммунореактивность на формирование иммунитета при вакцинации. Поэтому, наоборот, старые животные более склонны к возможности заражения, нежели животные молодые. Даже несмотря на то, что она сидит дома и никуда ее не выпускает? Нет. Большая перечень, в больших случаях инфекционных возбудителей мы можем принести на собственные обуви, на собственные одежды. Поэтому в данном случае, как и дегельминтизация, 2-3-4 раза в год, в зависимости от эксплуатации животного, квартирного содержания, ну, хотя бы 2 раза в год, это профилактика против глистных инвазий. Если животное выезжает периодически на дачу, на природу, то есть она совершает такой полуактивный эмоцион, это необходимо делать ежеквартально. А так, если проблему упустить и загнать ее в достаточно уже необратимый уровень, то в этом варианте вы рискуете тем, что иногда ветеринарный специалист бывает и не способен вам помочь в решении проблем, связанных с вашими животными. Поэтому хотя бы один раз в год посещайте ветеринарного специалиста. А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Они выросли немножко, а пить из блюдца не хотят. Но нашим котятам еще рановато пить из блюдца. Котятам всего 3 недели, пока их кормит мама кошка. Интересно наблюдать, как она их приглашает к обеденной трапезе. Подойдет, посмотрит, мяукнет, просыпаетесь, мол, или пора кушать. Интонацию кошки мамы и ее детеныши знают наверняка. Этих зверей природа наделила удивительными способностями. Одно из них – тонкий слух. Чувствительность кошек к звуку в три раза выше, чем у человека. Ее уши способны принимать звуковой сигнал мощностью 65 кГц. А малыши и того более – до 100 кГц. Тогда как человек в пределах только 20. При этом кошки способны делить звуки на важные и неважные. Время от времени наша кошка-бусенька спит в другой комнате. Но как только малыши начинают ворочаться, она уже около них. Даже во сне кошки различают огромное количество посторонних шумов и выделяют среди них самые им нужные. Эти пушистые малыши на наши голоса никак не реагируют. Пока только нас, людей, разглядывают. Кстати, кошки различают до шести основных цветов и некоторые оттенки. Интересно, видят ли сами котята, что они разного окраса? Буся, признавайся, какого цвета был кот? Признавайся. Кремовый, серенький и один черненький. Пять пищащих пушистых комочков. Но уже сейчас можно предугадать, у кого какой характер. Вот этот серый с беленьким, он исследователь. Он с большим интересом путешествует по квартире, изучает пространство. Природное любопытство берет вверх над страхом, и хвостатый малыш отправляется за приключениями. Но силенок хватает дойти только в один конец комнаты. На этот случай есть мама-кошка. Она и потеряться не даст, и обратно принесет. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Вот этот дымчатый, самый большой в помете. У него большая голова, да и он потяжелее будет. И к тому же он самый спокойный. Но если дымчатого задеть, то сдачи обязательно даст. Но все-таки он больше предпочитает наблюдать, что происходит вокруг него. А еще лучше спать. Поел и на боковую. Черный кот самый озорной. Он меньше всех мяукает, больше всех играет со своими братьями и сестрами. Такой заводной котик. Черный цвет кошки – цвет особенный и самый таинственный. С древних времен существует десятки противоречивых поверий, связанных с черной кошкой. Некоторые считают, что она приносит удачу, а другие полагают, что черные кошки – воплощение зла. Если от оккультизма обратиться к науке, то правда на стороне черной шеи. Высокий уровень пигментного обмена определяет отменное здоровье. Замечено, что, обладая высокой энергетикой, они могут снимать человеку головную боль. К тому же черныши – лучшие охотники. А вот эти две красавицы-блондинки, как девочки, более спокойные. Вот эта кремовая лапочка – самая маленькая в своей кошачьей семье. И ее меньше всех слышно. А эта кошечка очень забавная. Знаете, как новорожденный ребенок рассматривает свои ручки? Так вот эта тоже перевнется на спинку, лапки кверху поднимет, и давай с ними играть. Наблюдать за котятами – одно удовольствие. Сейчас эти малыши только учатся играть. Пока они не уверенно стоят на лапках, ходят, качаются. С подросшими котятами общаться будет гораздо интереснее. В игре пушистики будут обучаться охоте, требуя к себе все большего внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok